Доброе утро еще, уважаемые коллеги. Ну, когда мы говорим о меланоме, у нас здесь нет таких, за последние, по крайней мере, год, таких уж больших прорывов, но их нет, потому что они были просто совершены раньше. В принципе, мы сейчас имеем большое количество различных вариантов терапии. Я вот попытался здесь на схеме представить, как мы можем лечить нашего пациента в целом. На сегодняшний день у нас действительно масса вариантов, и все эти варианты в обязательном порядке включают в себя какой-то из компонентов иммунотерапии, как один из основных флагманов лечения диссиминированной меланомы. И, к сожалению, такое большое количество вариантов ставит сразу вопрос, что делать, как лечить, в какой последовательности лечить. Это, наверное, основной вопрос, с чего начинать, который на сегодняшний день пытаются решить в различных клинических исследованиях, на которых я хотел бы более подробно остановиться. Итак, что мы знаем? Мы знаем, что для меланомы важна, с одной стороны, иммунотерапия, с другой стороны, важно наличие мутаций. Но, как оказалось, большой корреляции нет, а такая есть, она отрицательная. То есть у больных с брав мутацией реже встречается высокий уровень PDL-экспрессии. Как мы знаем, он не влияет на назначение иммунотерапии для меланомы, но, тем не менее, он определяет вероятность и размер ответа на терапию. Таким образом, больные с брав мутацией – это могут быть немножко другие больные, в отличие с отличными характеристиками. Ну, было опубликовано несколько исследований, которые пытались проанализировать, что же лучше – назначать иммунотерапию в первой линии, назначать иммунотерапию во второй линии, соответственно, в первой линии антибрав терапию. Но вот оказалось, в результате вот этого исследования, которое представлено, оказалось, что вроде бы брав ингибиторы сначала лучше, они давали большую медиану общей выживаемости у пациентов, хотя было чуть меньше медиана времени до прогрессирования, частота ответов на иммунотерапию после брав ингибиторов была относительно низка, но в первой линии она была достаточно высока. И оказалось, что разница имеет значение для иммунотерапии, то, как пациенты отвечали на брав ингибиторы, если мы имели длительный ответ, то эффективность была практически в два раза выше, чем эффективность пациентов, у которых не было ответа на брав ингибиторы. Другие исследования тоже анализировали подобный же вопрос, пытались ответить, но вот у исследований КИНОТ-002 оказалось, что, в принципе, высокие дозы пембролизумаба, они увеличивают и улучшают результаты лечения, даже при назначении после ингибиторов брав, хотя вот на дозах ближе к стандартным они эффекты не показали. Если сравнивать когортные исследования, то здесь пытались данные автора сравнить в 2018 году пациентов, получавших брав ингибиторы в первой линии или иммунотерапию в первой линии. Иммунотерапия выиграла, как вы видите, кривая выживаемость у них выше, однако когорта с брав мутацией оказалась более тяжелой, больше метастаза в головном мозге, больше предлеченность пациентов. Что мы можем сказать по поводу эффективности терапии брав после антипедиадинтерапии? Как ни странно, ингибиторы брав тяжелее переносятся пациентами после проведения иммунотерапии в анамнезе. Мы, я думаю, завтра представим случай, вот иллюстрирующий это. У нас могут развиваться неожиданные, нежелательные явления, такие как синдром выброса цитокинов, казалось бы, причем здесь брав ингибиторы, но тем не менее они тоже иммуномодуляторы, и они могут после терапии антипедиадин препаратами вызывать такие иммуноопосредованные, совершенно нежелательные явления. Ну и показатели эффективности здесь, конечно, будут несколько хуже. Длительность лечения в среднем 6 месяцев и медиан общей выживаемости 15 месяцев, хотя мы знаем, что в первой линии это 20 плюс месяцев. Проводился многоцентровой анализ эффективности ингибиторов в первой линии терапии. В этом анализе иммунотерапия однозначно победила. В зависимости, то есть применение иммунотерапии в первой линии оказалось более эффективным, более рациональным. Ну, собственно говоря, достаточно часто и сейчас, и мы склоняемся к этому же мнению, что для тех пациентов, у которых нет необходимости достижения немедленного ответа, лучше начинается иммунотерапия. Ну вот результаты непрямого сравнения пациентов, получавших иммунотерапию. Также мы видим улучшение по сравнению с виморфенибом, трометинибом, исследований по комбинированной иммунотерапии, пилеумап с невлюмапом. Финансовая сторона вопроса тоже имеет довольно-таки серьезное значение. Проводилось несколько фармакоэкономических анализов, преимущественно в зарубежных странах, поэтому на наших опытах переводить достаточно сложно. И что важно, что в фармакоэкономические анализы включаются не только конкретные варианты лечения в первой линии, но включаются также, как в этот анализ, достаточно сложная схема, которая включала три стратегии. Проведение брафингибиторов с последующей антипедиадинтерапией, проведение антипедиадинтерапии с последующими брафингибиторами, проведение комбинированного лечения с последующими антипедиадинтерапией. И оказалось, что если мы посмотрим на стоимость лечения, то самый дешевый вариант оказался сначала с комбинированной иммунотерапией с подстоящим переходом на комбинированную терапию брафими и конгибиторами. Это самый дешевый, при этом самый эффективный способ терапии. Если же говорить о том, какая стратегия наибольшая эффективна, то здесь все, безусловно, зависит от порога готовности платить. Я выделил здесь наши цифры за 2018 год. Мы находимся вот здесь, и для нас, может быть, конечно, с экономической точки зрения, с учетом вот этого положения, терапия, вариант начала с брафими и конгибиторов будет даже более экономически эффективным. Для стран с большим порогом готовностью платить наиболее приемлемым с экономической точки зрения является комбинация иммунотерапии с последующим переходом на таргетную терапию. Надо сказать, что в наших условиях это кривые будут выглядеть немножко по-другому на самом деле. Что хотелось бы тоже продемонстрировать. Недавно совсем в конце 2018 года были опубликованы результаты исследований, которые аппроксимировали, собственно говоря, выживаемость пациентов. И если мы здесь посмотрим, здесь уже на линейке откладываются не месяцы, а года, и кривая рассчитывается до 27, 28, 30 лет. Таким образом, мы видим, что да, действительно, результаты достигаются. Это результаты уже суммированы и из клинических исследований, и из реальной клинической практики. И на основании этих результатов мы тоже можем анализировать пользу, риск и дальнейшие достижения. Похожая картинка. Здесь для нашей страны, опять-таки, однозначное преимущество начало с антипедиодинтерапии с последующим назначением уже других препаратов. Какие еще обновления были? В этом году представлены результаты, обновленные по длительной пятилетней выживаемости и для пембролизумаба, и для неволумаба. Что важно, что у нас картинка растет за счет вот этих вот синих столбиков. Здесь каждый столбик – это пациент, то есть это то время, которое пациент проводит без лечения и без прогрессирования заболевания. Мы видим, что даже остановка лечения на разных этапах не приводит к потере ответа. И всего, на самом деле, на сегодняшний день запрогрессировало 165 из 420 пациентов. То есть меньше половины пациентов запрогрессировало, остальные остаются под наблюдением, ответ у них продолжается. И мы видим длительность эффекта достаточно высокая, время ответа сохраняется коротким, длительность ответа не достигнута в целом для группы пембролизумаба. Очень похожая ситуация для неволумаба. Мы видим здесь несколько подобных графиков, я представлю. Здесь это пациенты, которые завершили ответ после достижения максимального эффекта или после достижения двух лет терапии, как было предусмотрено протоколом. На что стоит обратить внимание? Что вот эти черные столбики – это пациенты, которые продолжали лечение после прогрессирования по системе рецис. Посмотрите, у них никак не отличается ответ на лечение, у них сохраняется ответ, они планово завершают терапию. То есть это случай пациентов по факту с псевдопрогрессированием заболевания. И тем не менее ответ сохраняется. Пациенты, которые завершили лечение из-за токсичности, посмотрите, синие столбики, очень короткое лечение. У всех были нежелательные явления, требующие отмены терапии. У многих, помимо такой отмены, лечение продолжалось после прогрессирования заболевания. Мы опять видим очень длительные сохраняющиеся эффекты пациента живы до настоящего времени. И, в принципе, у них все достаточно хорошо. Тоже интересный слайд. В те анализы не вошли пациенту, у которых было прогрессирование заболевания. Это картинка у пациентов, которые сняты с лечения по поводу прогрессирования заболевания. Мы видим, что у некоторых понятно, что пациентам назначалось повторное лечение. И этот вопрос вот очень важен, потому что не всегда далеко прогрессирование заболевания приводит к тому, что пациенты дальше не получают лечение. Есть, конечно, такие случаи, их не больше трети. Пациенты могут получить пользу еще после неудачи фактически на иммунотерапии. Мне вот показалось интересно, вот этот слайд. Здесь отражено не только то, как длительно пациент лечился с левой стороны, но и то, какое время он проводил без лечения. Это вот эта вот серая зона. И длительность последующего лечения. Мы видим, что для комбинированной терапии вот это время, которое пациент проводит без лечения, оно наибольшее здесь. То есть многие пациенты, завершив лечение, при том, что это может быть даже достаточно короткое лечение, долгое время остаются без необходимости вообще дальнейшей терапии. И это довольно-таки значимый результат. Более того, такие результаты позволили авторам предложить дополнительную новую конечную точку в исследовании. Это время без терапии. То есть насколько эффективно мы можем сохранять эффект без какого-либо поддерживающего лечения. Для иммунотерапии, возможно, это будет одна из важных дополнительных конечных точек, на основании которой мы потом будем принимать решение. Не на основании того, насколько улучшается время до прогрессирования, а именно на основании того, насколько улучшится время без лечения при применении того или иного метода терапии. Другая сложная задача – лечение пациентов с неблагоприятным прогнозом, лечение пациентов с метастазами в головном мозге. Мы видим, что комбинированная иммунотерапия, обновление как раз вот в 2019 году было, она дает хорошие результаты, хороший контроль и краниальных, и экстракраниальных очагов, и это ничуть не отличается от пациентов без метастазов в головном мозге. Поэтому можем сказать, что иммунотерапия, несмотря на то, что мозг это привилегированная для иммунной системы зоны, она работает и там. Важный вопрос, кого лечить. И исследователи пытаются определиться в этом на основании биомаркеров. Но вот я хотел бы остановиться на двух моментах. Мы знаем, что на сегодняшний день, что у нас есть общие факторы прогностические в опухоли, у нас есть характеристики пациентов, у нас есть сомнительные маркеры по локальному ответу, такие как PD-1, ТИЛ, но исследуются и другие маркеры, такие как системные иммунные ответы, профиль экспрессии генов. И что оказывается, это не коррелирующие маркеры между собой. То есть да, здесь синими точками показаны пациенты, которые ответили, красными пациенты, которые не ответили. Но что интересно, что это разные пациенты для эпилемумаба или комбинированной терапии. Для лечения, включающего неволюмаб, мы видим, что и благоприятная иммунологическая генетическая подпись, и количество мутаций в опухоли увеличивают вероятность ответа, соответственно, в 2 или в 3 раза. Для эпилемумаба, чтобы пациент ответил очень высоко, нужно либо иметь и подпись, и высокое количество мутаций в опухоли. Продукция интерлекина-6. Вроде бы цитокин, но имеет большое значение, как иммуносупрессивный цитокин. И оказывается, что у пациентов, у которых были изначально низкие уровни интерлекина-6, и которые не повышались, то есть на фоне лечения, они имеют гораздо лучше показатели выживаемости. И более того, пациенты с низким уровнем на фоне лечения, они имеют практически горизонтально прямую общую выживаемость, в отличие от пациентов, у которых увеличился уровень на фоне лечения. Таким образом, мы можем сказать, что у нас есть маркер эффективности, и, возможно, у нас будут маркеры для дополнительного принятия решения, может быть, раньше менять терапию или добавлять что-то к лечению. То же самое картинка с общей выживаемостью, чуть хуже результаты, но все равно мы видим, что действительно и уровень ЦРБ, а как вы знаете, ЦРБ может померить каждый из нас, просто назначив этот уровень. И мы знаем, что для меланомы ЦРБ является прогностическим маркером, но, как оказывается, то высокий уровень ЦРБ и его подъем на фоне лечения тоже может иметь негативное значение для выживаемости. Формакинетические показатели. Это практически первое исследование, которое доказывает, что длительность персистенции препарата в опухоли имеет значение. И это дает направление и для будущих биомедицинских разработок, и для нас, для понимания, что те пациенты, у которых очень быстро выводится препарат, имеют худшие показатели выживаемости и худшие показатели эффективности. Конечно, на сегодняшний день у нас есть некоторый провал в клинических публикациях по меланоме, но мы видим, что у нас идет достаточно большая цикличность наблюдения, и за провалом в клинических комбинациях, как правило, следует приход в новых препаратов. И мы на сегодняшний день в меланоме ожидаем очень большое количество различных новых молекул, новых способов лечения, которые входят сейчас в клиническую практику, и результаты которых, скорее всего, в недалеком будущем мы узнаем. В исключении хотелось бы сказать, что иммунотерапия подтверждает свою ведущую роль в качестве основного стратегии лечения меланомы. И, конечно, накопление данных, особенно данные из кредеральной клинической практики, позволяют выделить новые факторы, понять, как лучше нам использовать те возможности, которые нам представляют новые классы препаратов, и которые предоставят будущее новое лекарство из этих же классов или из соседних классов, которые, безусловно, войдут в практику и ее поменяют в лучшую сторону. Спасибо за внимание. Продолжение следует...